Ненецкий округ привлек бюджетный кредит в сумме 500 миллионов рублей. Таким образом, государственный долг на сегодня составил 4 миллиарда 600 миллионов рублей, превысив предельный размер установленного в регионе госдолга. Делано это для покрытия кассового разрыва. В свое время это допустимо по бюджетному кодексу, в свое время еще в конце января 2016 года Департамент финансов предупреждал всех главных распорядителей бюджетных средств о ситуации, к которой мы сегодня подошли. Мы направляли всем письма после получения прогноза по Харегинскому СРП. Если сейчас вы посмотрите на диаграмму, то за 9 месяцев окружной бюджет получил собственных доходов менее 50% годовых назначений, о чем мы предупреждали в свое время в начале года. Мы сейчас живем за счет кредита. Сегодня регион живет в режиме жесткой экономии. По ряду причин Минфин отказывает Ненецкому округу в федеральных средствах. Среди них высокий уровень бюджетной обеспеченности на одного жителя округа, высокая средняя заработная плата по региону, большие расходы на органы государственного управления, огромное количество социальных выплат, большинство из которых не отвечает критериям адресности и нуждаемости. По словам Татьяны Лагвиненко, сегодня администрация региона принимает ряд непопулярных мер с тем, чтобы оптимизировать расходы региона. Это вынужденные меры с тем, чтобы на сегодняшний момент выжить, поскольку следующий год будет сложнее по следующим причинам. В связи с низкими ценами продолжается снижение доходов от налога на прибыль нефтяных компаний. Доходы от Харягинского СРП будут ненамного выше уровня этого года. Но в следующем году нам придется уже полностью платить за полученные коммерческие кредиты. Если в этом году у нас был маневр с бюджетными кредитами, то в следующем году эти расходы составят более 600 миллионов рублей. И наступают сроки возврата полученных коммерческих кредитов. Поэтому призываю всех руководителей отнестись к этому очень серьезно и начинать серьезную работу по оптимизации расходов. Напомню, по ранее озвученной информации, доходы бюджета Ненецкого округа в следующем году по сравнению с запланированными на этот год 16,5 миллиардов рублей могут снизиться на 30%. Такие цифры содержатся в предварительном прогнозе социально-экономического развития НАО на 2017 год и плановый период 18-19 годов. Зарплаты бюджетникам, достойный уровень жизни пенсионеров, предоставление помощи особо нуждающимся в ней жителям – главные приоритеты бюджетной политики Ненецкого округа на ближайшую перспективу. Глава региона на внеочередном заседании администрации сообщил о необходимости снижения расходов на госаппарат. В 2017 году зарплаты чиновников снизятся на 20%. Это решение позволит властям сохранить поддержку социально уязвимых групп населения – ветеранов Великой Отечественной войны, стариков, инвалидов, многодетных семей и малоимущих граждан. «Финансовая ситуация становится сложнее. Из-за стремительно сократившихся доходов от нефти, от цен на нефть, дефицит бюджета округа составляет 41%. Коллеги, как вы считаете, мы для чего берем кредиты в банках? По сути, просто по одной простой причине. Потому что у нас нет денег. Нет денег, чтобы платить зарплату бюджетникам, учителям, врачам, работникам культурной сферы, ну и далее по списку, который вы знаете, гораздо лучше. Сегодня практически каждый четвертый рубль в нашей доходной части взят в долг. Но самое неприятное, что даже этих денег на сегодняшний день недостаточно, чтобы осуществлять социальную поддержку наших населений. Для того, чтобы сделать меры соцподдержки молодежи и наших многодетных и уважаемых пенсионеров более адресными, мы сегодня вводим социальный комплекс. Остаются пенсионеры для доплаты к пенсиям, которые нам необходимо найти порядка 400 миллионов рублей. У большинства из вас родителей живут здесь, поэтому вы знаете не по насточке, что эти деньги помогают нашим ветеранам покупать качественные продукты, следить за своим здоровьем, а саморазвально помогают жить, а не выживать в условиях раннего сезона. Когда стало понятно, что нас ждет очень сложный 2017 год, в этом же зале я собрал руководителей департаментов и управления. И стало очевидно, что социальные выплаты спасет только наше с вами сокращение и людей, и заработных плат. 2,5 миллиарда рублей, которых мы тратим на собственное содержание, выходят за рамки всех мыслимых и немыслимых норм, принятых в нашей стране. Было принято решение о сокращении на 12% денежного содержания всех сотрудников государственных органов власти в течение следующего 2017 года. Таких сложных, болезненных решений я не помню с начала моей работы. Но сложившаяся ситуация, иного выхода нет. И знаю, что вы со мной согласитесь. Снижение заработных плат чиновников и госслужащих – вынужденная мера, отметила заместитель руководителя аппарата администрации округа Павел Рахмелевич. Сохранение основных социальных обязательств округа и иных важнейших расходов возможно только в том числе и при условии снижения расходов на госаппарат. Эти меры добавляются ввести на год. Общая экономия предполагается в размере 185 миллионов рублей. Повторюсь, принимаемые меры сократят зарплаты госслужащих на 20%. Речь идет о снижении премии, выплат за классный чин, единовременной помощи к отпуску. Последний сократится с трех окладов до 0,1. Окончательное решение будет принято депутатами окружного парламента на сессии 27 октября. В администрацию округа принят еще ряд поправок, которые касаются сокращения расходов окружного бюджета. Особенно много изменений предлагается в сфере образования. Так, бесплатные кружки и секции будут частично оплачиваемы. Школьное горячее питание, которым Ниинский округ славится на весь Северо-Запад, предлагается оставить только для некоторых категорий детей. Иными словами, планируя следующий финансовый год, окружным властям предстоит соблюсти баланс между экономией и социальными обязательствами. Сфера образования занимает первое место в структуре расходов окружного бюджета. В 2016 году финансирование отрасли запланировано на уровне более 5 миллиардов рублей, или почти 27% всех расходов. Сложная финансовая ситуация в регионе вынуждает администрацию сократить расходы. Так, профильный департамент предлагает сделать частично платным дополнительное образование. 20% стоимости услуги будет платить родитель, 80% округ. Сегодня все дети до 18 лет включительно имеют возможность посещать неограниченное количество секций абсолютно бесплатно. Наибольшее количество вопросов вызвало отмена горячего питания в образовательных организациях. Предлагаем исключить право бесплатного питания обучающихся образовательных организаций за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и обучающихся, осваивающих профессиональные программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих государственных профессиональных организаций, в том числе и проживающих в общежитии. Данные меры социальной поддержки славятся за пределами региона. Нигде по северо-западу школьников не кормят бесплатными горячими обедами. Удовольствие это дорогое. Заместитель председателя окружного собрания Татьяна Бадьян подтвердила, что питание должно быть дифференцированным в зависимости от уровня доходов семьи. Однако нужно хорошо продумать механизм реализации этой меры. Такое же мнение выразил и главный федеральный инспектор по Ненецкому округу. Это надо предусмотреть, чтобы это проходило без определенных конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях, как в отношении детей, чтобы классные руководители не травмировали детей, не говорили, что ваши родители не сдают за питание и прочее, потому что такие моменты, они могут быть. То есть вот эти моменты необходимы все-таки реализацию и как-то более тонко пройти, и объяснить директорам, что это вынужденная мера, но тем не менее у родителей должен быть определенный выбор. Под урезание попали расходы на поддержку молодых специалистов. Надбавки в 30-40% предлагают отменить. При этом на заседании подчеркнули, подъемные для молодых педагогов и врачей, которые едут работать в селу, останутся. 300 тысяч рублей для выпускников учреждений среднего профобразования и 500 тысяч рублей для вузов. Предлагаем исключить ее нормы, которые устанавливают персональную надбавку молодым специалистам в размере 30% и 40% окончившим организацией профессионального образования и высшего образования. И также предлагаем исключить установление надбавки в должностном окладе вторикной сетки с учетом фактической нагрузки за педагогический стаж. Почему мы это делаем на сегодня? Потому что сейчас в рамках нового порядка системы оплаты этого данного положения данные нормы закреплены в региональных нормативных мастерах. До 1 января 2018 года предлагается приостановить стипендии отличникам и подарок первоклассникам. В этом году 740 комплектов первоклассникам обошлись бюджету в 1 миллион 200 тысяч рублей. Лена Храпова напомнила, что выплаты многодетным семьям на подготовку детей ко школе сохраняются. В этом году средства на покупку констоваров и одежды получат более 1300 детей. Сумма выплаты 18 225 рублей на каждого ребенка. Окончательное решение по этим проектам будет принято на предстоящей сессии Собрания депутатов 27 октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова